Добрый день, уважаемые друзья! Мы продолжаем серию видеопрограмм, посвященных влиянию протестантов на общество. И сегодня мы коснемся сферы музыки. Мы поговорим о выдающемся композиторе, который оказал влияние на музыку, сравнимое с влиянием Иоганна Себастьяна Баха, Бетховена, Моцарта и других таких же столпов музыкальной истории и музыкальной культуры. Я не отношу себя к ценителям классической музыки, но после того, когда я прочитал биографию этого композитора, я побежал в магазин покупать его диски, поскольку именно его биография побудила меня ознакомиться с его творчеством. Этого композитора зовут Георг Фридрих Гендель. Он родился в Германии в один год с Иоганном Себастьяном Бахом в 1685 году, но в отличие от Баха, все-таки основная часть его жизни оказалась связанной не с Германией, а с Англией, где он провел большую часть своей творческой жизни. Все творчество или весь период творчества Георга Фридриха Генделя можно разделить на два периода, на два этапа. До 1737 года и после него. До этого периода в творчестве Генделя был отмечен явный такой акцент на создание произведений ситуационных. Это оды восхваления королей, это произведения, написанные по определенным случаям, к определенным событиям. Но в 1737 году он пережил нервный паралич, он пережил серьезное потрясение, которое надолго выбило его из колеи. И, по-видимому, именно в этот период своей жизни он задумался о смысле и содержании своего творчества. Георг Фридрих Гендель после восстановления изменяет и стиль, он больше обращается к кораториям и содержанию, тематику своих произведений. Именно в этот период появляются те произведения, которые и являются лицом Генделя-композитора. Это «Израиль в Египте», «Самсон», «Саул», «Иефай» и, конечно же, главное его произведение – это «Оратория Мессия». Когда мы смотрим на Генделя, мы можем увидеть эту разницу в его творчестве. Замечательные, талантливые произведения, написанные ранее, они меркнут перед библейскими сюжетами, к которым Гендель обращается после своего восстановления. И, возможно, в ответ на критику его произведений, когда кто-то в очередной раз ему сказал, что ваши произведения сложные, я уже не получаю такого удовольствия, как от ваших ранних произведений, Гендель ответил, что «Мне было бы досадно, милорд, если бы я доставлял людям только удовольствие. Мое призвание – делать их лучше». А Ромен Ролан писал о творчестве Генделя такие слова, что «Ни одна музыка в мире не излучает такой силы веры. Это вера, движущая горами, исторгающая, подобно жезлу Моисея, источник вечности и скалы ожесточенных душ». Какая прекрасная оценка. Действительно, слушая произведения Генделя, понимая, что они вдохновлены свыше, в них есть духовный стержень, в них есть то, что влияет на слушателей. И оратория «Мессия», о которой я уже упомянул, главное произведение Генделя, написано на тексте библейских пророков, которые возвещают скорое явление Христа. «Все, что гнетет и пугает человека, страдания, лишения, горе, тут идет лишь намеком, фоном, а все, что радует и дает надежду, чувство единения, непоколебимая вера и сознание собственных безграничных возможностей, показано крупно, многообразно и необычайно убедительно». Фактически, именно библейские оратории стали вторым рождением Генделя-композитора. Ну а вступление к оратории «Мессия», я думаю, известно каждому христианину, каждому верующему и даже многим неверующим. Поэтому я прошу сейчас уделить несколько секунд для того, чтобы послушать вместе со мной. Итак, вступление к оратории «Мессия». «Мессия» Знаменитая «Аллилуйя» из оратории «Мессия», как я уже сказал, известно, я думаю, вам, которые смотрят это видео. И, я думаю, известно многим поколениям верующих и даже неверующих. «Великолепное вступление к гениальному произведению». На титульном листе партитуры Генделй написал замечательные слова «Я знаю, что искупитель мой жив». Эти слова во многом и показывают преобразование Генделя-композитора. Он видит новый смысл и новую цель в своем творчестве. Но не только творчество композитора изменяется. Изменяются его подходы и отношения к жизни. Генделй обращает внимание на нуждающихся. Генделй обращает внимание на приюты. Генделй обращает внимание на общества, которые заботятся жизнью бедных, которые помогают бедным и нуждающимся. Первая демонстрация оратории «Мессия» в Дублине в 1742 году состоялась с обязательной передачей всего гонорара в пользу бедных. Доход с концерта целиком был разделен между Обществом помощи узникам долговой тюрьмы, больницей для бедных и приютом Мерсера. В дальнейшем Генделй продолжает идти по такому же сценарию. Весь доход от исполнения «Мессии» идет на благотворительные цели. И доход с других произведений, значительная часть тоже жертвуется на нужды тех, которые не имели средств для существования. Особое внимание Генделй обращает на детские приюты, на приюты наброшенных детей, на приюты для детей-сирот. Он жертвует туда целенаправленно, интересуясь жизнью этих детей. В одном из таких приютов в убежище найденышей упоминается имя маленькой Марии Августы Гендель, которая родилась 15 апреля 1758 года. Это была брошенная девочка-найденыш, которой великий композитор дал свое имя. Естественно, не только имя, а материальное обеспечение, чтобы она смогла в этой жизни состояться и не просто выжить, а прожить достойную жизнь. Я думаю, с таким именем мне это получилось. Фактически, Гендель-композитор лично мне интересен не так, как Гендель-человек, как Гендель-христианин, как Гендель-благотворитель. Но, естественно, нельзя не игнорировать тот огромный вклад, который Гендель оставил в истории классической музыки. На материале библейских историй и их преломления в английской поэзии Гендель раскрыл картины народных бедствий и страданий, величия борьбы народа против гнета-поработителей. Гендель явился создателем нового типа вокально-инструментальных произведений, которые сочетают в себе масштабность и строгую архитектоничность. Творчество Генделя оказало значительное влияние на Гайдена, Моцарта, Бетховена, Глинку. Оратории Генделя послужили образцами для реформаторских опер «Глюка». Говоря о том, что Гендель до сих пор звучит, давайте вспомним его знаменитый антем «Садок священник». Это произведение Генделя исполняют каждый раз во время коронации британских монархов, а ее переложение, сделанное английским композитором Тони Бриттоном, известно футбольным фанатам как гимн Лиги чемпионов УЕФА. То есть Гендель не остается мертвым композитором на пыльной полке. Он звучит до сих пор. Широко известный хор «Аллилуйя» из Мессии приказом короля Георга II стал обязателен для исполнения во всех храмах англиканской церкви. Его как молитву надлежало слушать стоя. Великий композитор умер в 1759 году. За шесть дней до своей смерти он дирижировал хором во время исполнения оратории Мессии. Он почувствовал слабость и потерял сознание, но поднялся и довел ораторию до конца. Великий композитор даже в эти минуты своей жизни показал силу своего характера. Он исполнил свое предназначение даже тогда, когда это было, наверное, предельно сложно. В этом величие этого человека. В этом мой интерес к нему, к этому великому композитору. Фактически его знали по всей Англии и считали самым великим английским композитором, не обращая ни малейшего внимания на то, что он был иммигрантом. До 20 века ни один британский композитор и близко не подошел к уровню славы Генделя. Моцарт считал, что никто не способен выразить эмоции в музыке, как это делал Гендель. Его музыкальное чутье подобно удару молнии. Бетховен желал преклонить колени у могилы Генделя, говоря, что всем нужно поучиться у великого композитора достигать такого великолепного эффекта простыми средствами. Но мне кажется, не меньшее значение личность Генделя имела в глазах тех жителей или обитателей приютов, куда Генделй регулярно жертвовал средства. Одно и другое прекрасно сочеталось. И великий талант дарования от Бога и применение этого таланта не только в музыке, но и в повседневной жизни. Именно в этом Генделй показал достойный пример, которому пытаются подражать современные деятели искусства. А не только пытаются. До Генделя, конечно же, им очень далеко и в своих талантах, и в своей жертвенности. А у нас остался прекрасный пример влияния великого протестантского композитора на общество и на историю. Спасибо большое за внимание. До следующих встреч. Субтитры создавал DimaTorzok